Приветствую всех дорогие друзья. В этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте прожать 16 поточный лайк. И только с вашего позволения я начну с интересных тестов китайских 3060. Речь идет про те самые экземпляры настольных 3060 на мобильном чипе, которые в открытую штампуют за спиной NVIDIA. Такой вариант имеет на 256 ядер куда больше, но в то же время расплачивается меньшими частотами ядра и только шестью гигабайтами памяти. Однако это справедливо только в сравнении с полноценной настольной 3060, тогда как в сравнении с мобильной частоты наоборот выше. Тестовая карта имела TDP всего 80 Вт, но на удивление она показала результаты, сравнимые с RTX 3060M на 105 Вт. И хоть полноценная настольная 3060 все же остается впереди, но результат весьма впечатляет. Если говорить простым языком, то такой китайский мутант получается более энергоэффективным, чем ноутбучные и настольные модели. Однако для этих карточек нет официальных драйверов, и они работают только на версии 512.15. Это означает, что карты делают неофициально и покупать их для игр точно не стоит, так как они не будут получать важные фиксы. Ну а если брать во внимание массовость таких 3060, то логично сказать, что NVIDIA абсолютно на них все равно. В целом такой тест показал, что мутанты все таки годные, но вот отсутствие поддержки и посредственные системы охлаждения все портят. Поэтому я бы ни в коем случае не советовал брать эти обрубки для игр, хотя они и изначально для них не предназначались. Intel впервые показал работу своей топовой настольной видеокарты Arc A770. На удивление флагман синих все таки существует, но куда интереснее то, что синие говорят про оптимизацию. Представитель компании объяснил, как он оптимизирует графику Arc и условно разделил игры на три категории. К первой относятся самые современные и популярные игрушки, использующие графический API DirectX 12, и тут графика Arc будет наиболее оптимизированной. К второй категории относятся игры, которые используют графические API DirectX 12 и Vulkan, которые тоже хорошо будут работать с видеокартами Arc, но менее оптимизировано. А к третьей категории относятся игры, которые не получат оптимизацию для видеокарт Arc и работают на графическом API DirectX 11. Например, в Lark нам наглядно показали, как A770 показывает жалкие 39 кадров в секунду при работе с DirectX 11 и как она расцветает на 12 версии. Но самое блин интересное, что к третьей категории относится практически весь топ самых популярных игр на площадке Steam. В самой демонстрации была показана только Lark и Формула 1 2021, которые умеют работать с DirectX 12, а в Киберпанке нам просто отключили счетчик FPS. Что касается самой A770, то компания пока не готова делиться официальными техническими характеристиками. Однако автор канала даже успел поэкспериментировать с разгоном, если верить скриншоту с частотой 2,5 ГГц и потреблением 190 Вт. И вот теперь внимательно, по словам Intel, они собираются уничтожить всех конкурентов по соотношению цены и производительности в играх первой категории. То есть речь идет про игры на DirectX 12, которые прям жестко будут оптимизировать под свою графику Arc. А как же блин обычные игры, в которые играют миллионы людей. В руководстве Intel походу совсем двинулись головой. То есть если я правильно понял, то вот вам наши мега крутые видеокарты уровня средняков Nvidia и AMD. По цене заплатите пожалуйста столько же, сколько могли бы заплатить за нормальную видеокарту. А на выходе вы получите оптимизацию только в топовых проектах и получите ее когда нибудь в будущем, так как пока что мы ее не доделали. Вся эта история попахивает тотальным провалом и на что рассчитывает Intel совсем непонятно. Конечно они продадут сотни и даже тысячи видеокарт в готовых ПК, которые частенько покупают люди далекие от железа. Но как вы блин собираетесь завоевывать рынок и конкурировать с красными и зелеными. В общем у меня просто нет слов и такое свинское отношение точно должно быть наказано потребителем. Поэтому я категорически не советую покупать видеокарты Intel, по крайней мере до тех пор пока они не откроют глаза. Ну а на правах рекламы хочу посоветовать присоединиться к моему телеграмм каналу, где также выходят интересные новости из мира технологий. Ссылочку на него вы всегда можете найти в описании или в закрепленном комментарии. Аналитическая компания Techinsight, которая занимается вскрытием различных чипов, выявила интересную информацию о чипах китайской SMIC. Они говорят, что производитель использовал 7-нм техпроцесс при производстве ASIC чипов для майнинга биткоина. До сегодняшнего дня считалось, что SMIC массово выпускает только 14-нм чипы и экспериментирует с 12 нм. На практике же оказалось, что компания с прошлого года массово поставляет 7-нм продукцию. Специалисты Techinsight приобрели для анализа чипы Miner VA производства SMIC. Исследование структуры чипа показало, что элементы китайской микросхемы очень похожи на те, которые инженеры наблюдали при вскрытии чипов TSMC. Аналитики не готовы утверждать, что SMIC скопировала технологию TSMC, но дают последний повод начать судебное разбирательство о возможной краже технологии. На самом деле нет никакого сюрприза в способности SMIC выпускать 7-нм чипы. Компания еще в 2020 году сообщала, что намерена в 2021 начать мелкосерийное производство с техпроцессом N++1 FinFET второго поколения. Эти чипы лучше 14-нм финфет либо по производительности на 20%, либо по энергопотреблению на минус 57. А как раз таки производство чипов для майнинга идеально подходит для обкатки новых техпроцессов, что также подтвердило вскрытие. И фишка в том, что TSMC при переходе от 14 нм к 7 обещала чуть лучше масштабировать производительность с ростом до 35%, но дала похожую экономию по потреблению. То есть изделие SMIC не выглядит хуже на фоне TSMC. При этом SMIC использует для производства классические сканеры с лазером 193 нм, а TSMC частично использует сканеры EUF с длиной волны 13,5 нм. Из-за этого чипы SMIC выходят по цене немного дороже, но под давлением санкций это абсолютно не важно. И вот теперь становится немного понятно, почему западные партнеры Китая решили запретить ASML поставлять китайцам из 193 нм сканеры. Ведь китайцы просто взяли старое оборудование и сделали 7 нм примерно с таким же качеством как и у TSMC. Конечно, тут есть еще куча нюансов вроде брака и стоимости, да и TSMC уже готовится выводить 3 нм, но эта новость реально очень важна для индустрии, так как даже под гнетом санкций китайцы успешно взяли новый техпроцесс и вовсю его тестируют. В базе данных Kickbench появились два свежих результата 14-ядерного процессора Core i5-13600K серии Raptor Lake. Данный чип успешно обогнал своего предшественника и почти догнал по многопоточной производительности 16-ядерный Ryzen 9 5950X. В первом случае инженерный образец 13600K тестировался на материнской плате Asus с оперативной памятью DDR5, а во втором тесте использовалась плата Asrax и DDR4. На материнской плате Asrax DDR4 процессор работал в диапазоне частот от 4,3 до 5,9 ГГц, а с платой Asus и DDR5 частота чипа варьировалась от 5,5 до 5,1 ГГц, поэтому весьма вероятно, что второй результат отображает работу процессора в ручном разгоне. Если ориентироваться на результаты с платой Asus, то инженерный образец 13600K оказался примерно до 8 % быстрее по однопоточной производительности, чем Core i5-12600K, а если брать многопоток, то там превосходство составляет 38 % по сравнению с предшественником. При этом флагманский Ryzen 5950X новинка Intel в однопотоке обогнала примерно на 20 % и оказалась всего на 3 % хуже по всем ядрам. Портал Еврогеймер обратил внимание, что в пресс-релизе по случаю анонсов FIFA 23 подтверждается паритет между версиями для ПК и консолей нового поколения. Игры серии FIFA выходят на PS5 и Xbox Series с 2020 года, однако 21 и 22 на ПК были портами с PS4 и Xbox One. Из-за этого игроки на ПК лишались продвинутых технических и графических особенностей. Но с FIFA 23 такого уже не будет. На компах теперь симулятор получит те же улучшения технологии Hypermotion, игрового процесса, анимации и графики, что будут в версиях для новых консолей. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал подпиской на бусти, переводами на карту или через спонсорство на ютуб. До скорого, друзья.